народе всем здорова и добро пожаловать в новый выпуск сегодня в эфире мы рассказываем про нашу площадку как мы сюда переехали что нам это стоило чем мы закупились и как устроен наш нынешний тренировочный процесс в данном сооружении давайте назовем так по порядку где мы находимся во первых санечка опусти это ниже и подойди ближе мы находимся сейчас на территории досад тут озерки арена есть футбольчик мототрек в студию смотрите все происходит также тут есть картинг аля баги но больше похоже на картинг куча магазинчиков всяких прикольных то есть это полноценный спортивный комплекс и в том числе в нашем сооружении тренируется ребята профессиональные страйкболисты которые играют спортивный страйкбол и спидсофт куда мы кстати отправимся с вами в екатеринбург в ноябре и снимем отдельный ролик посвященном данному событию спидсофт раша вот парня организовывает офигенные турниры и мы посмотрим как все происходит и будем болеть за наших любимых призраков команду до питерскую которая всех побеждает без шансов так что еще вам рассказать естественно мы должны добавить щепоточку пафоса почему вы спросите меня дмитрий почему естественно мы должны добавить щепоточку пафоса и у нас так сообществе принято что любая новая ребольная площадка имеет свое название и это супер какой-то мегапроект мы следуем трендом и добро пожаловать в длинный револт центр летс го посмотрим что там внутри так мы попадаем собственно на нашу арену мне нужна энергия открываем быстренько это у нас кончик соответственно здесь мы размещаемся и у нас ведет коридорчик к нашим раздевалочка отдельно сейчас секундочку буквально плюс минуточку отдельного внимания хочется сказать нашим партнером это арт лайфу лучшим шаром во вселенной и соответственно лучшему из лучших пинбольному магазину доктор пейнт который поставляет нам шмотки и оборудование которым мы играем на турнирах и также энергетическому напитку блестящему волшебному скандалист ставим сюда и погнали я хочу рассказать вообще как у нас тут все обустроено чтобы увидели и в дальнейшем рассказать чем мы планируем еще сделать соответственно если мы пройдемся прямо по коридору нас там же ожидают две раздевалочки и душевые и туалетные комнаты если подняться прямо по лестнице туда наверх на данный момент там пустое помещение но в котором можно обустроить полноценный теоретический класс проводить теоретические занятия в оффлайн режиме как мы с вами любим и я безумно кайфу когда это все происходит в оффлайне они в онлайне потому что конечно зрительный контакт всегда важен и мне это безумно нравится и в дальнейшем можно также разбирать на умном полотне до подключать компьютер и соответственно разбирать и смотреть игры повторы трансляции как мы сыграли турнир и соответственно какие ошибки были допущены погнали в doom's day у нас тут постер при входе на площадку и посмотрим как у нас там обустроено все внутри так немного будет шумно но в целом подготовка к тренировке выглядит именно таким образом парни дует укрытие располагает их у нас играет тут музыка дополнительная которая не слышно и идет уборка поля обязательно вам расскажу про нюансы нюансов тут масса и куча мы совмещены со спортивным страйкболом соответственно где-то мы пересекаемся подсказываю например у нас везде валяются шарики до которые нужно своевременно убирать и это основной момент я нам нужно быть бдительными и постоянно заниматься уборкой площадки ну и также наши шалибольные шары после каждой тренировки нам необходимо их собрать помыть да и аккуратненько положить чтобы ребята из страйкбола могли тоже полноценно спокойно заниматься и мы им никак не мешали давайте мы немножечко подзинькаем пока у нас тут есть время ребята не начали играть и вы не насладились полноценной игрой собственно что означает подзинькой я вам расскажу что конкретно сколько стоит и почему мы сделали выбор именно в эту пользу соответственно первое что нужно для рябольной площадкой это рябольные шарики естественно здесь небольшой микс шаров их тут порядка десяти тысяч шаров в среднем шарик б.у. стоит от 5 до 6 рублей за штук и если мы возьмем новые шары от да там отечественного производителя то это приблизительно 8 рублей за один шар на момент снятия ролика мы еще не подозревали и не знали с какими проблемами мы столкнемся по итогу мы заказали оригинальные ряболы из америки версии ик стронг самые точные самые долговечные и вся эта красота нам обошлась за один рябол 20 рублей соответственно 10000 ряболов это 200000 рублей а 20000 ряболов это 400 ну как то так соответственно у нас тут на данном момент 20 тысяч шаров математику посчитали дзынь вот здесь вот будет сумма это стоит шарик дальше погнали что нам еще нужно естественно нам нужны фигуры понятное дело что тут ну немножко сложно об этом рассуждать так как фигуры могут быть и новые и б.у. образца и в целом для либройной тренировки подойдут в полноценные рябушные фигуры которые вы можете купить на вторичном рынке площадка кстати я вам не рассказал 36 метров в длину и порядка 22 метра в ширину соответственно полноценное поле нам не нужно 15-20 укрытий нам хватит для того чтобы даже поиграть 3 на 3 приблизительно сумма ну давайте возьмем там был рынок ну где-то в районе 100 тысяч рублей нам нужно на фигурки будет потратить 100 150 это примерная сумма дальше чтобы накачать эти укрытия нам необходимо дуке стоят они по 5000 рублей нужно две штучки чтобы это делать гораздо быстрее экономичные по времени надувать и сдувать и желательно сделать так чтобы дуйка могла и накачать укрытие также имела обратный эффект сдувания так вы сэкономите время когда будете сдувать это поле что нам еще нужно обязательно удлинители для того чтобы накачивать эти укрытия было удобно по постоянно не тащить укрытия к розеточке нам нужен удлинитель примерно 1000 рублей за одну штуку нам нужно два и того дзинь дуйки плюс удлинители вот здесь нам необходим хрон хрон мы купили новый это вирту всеми вам неизвестные стоил нам 12 тысяч рублей нашли мы его на авито как ни странно не на барахолке чтобы после тренировочки ребята все подустали и хорошенечко позанимались нам нужно произвести о фпп для этого мы берем дополнительный спорт инвентарь а именно у нас здесь полусферы лесенки мячики по три килограмма и всякая такая чепуха и все примерно образно вот вышла нам такую вот сумму помимо всех этих затрат основная ежемесячная трата это аренда помещения все зависит сколько квадратных помещения где она находится в городе не в городе доступность метро вообще что это за территория кто вам ее дает в аренду это все важное отсюда и идет это ценообразование как показывает рынок один час аренды приблизительного спортивного зала стоит от двух тысяч рублей до примерно пяти максимум мы привыкли что тренировки у нас занимает два часа умножаем эту сумму на два и мы получаем от 4 до 10 тысяч это вот аренда помещения и вот эта сумма в месяц который обычно тратит ребята которые тренируются на реболах в арендованном помещении есть еще один небольшой нюансик маленькие тратки которые у нас но очень важные при этом да прошу заметить это собственно контейнеры для ребольных шаров небольшой вам лайфхак лучше их брать на колесиках так удобнее перемещать шары по помещению и не надо никуда их таскать нести и так далее поэтому контейнер районе там полутора тысяч рублей у нас их 2 дэнкнули и обязательно швабры для уборки без них никуда нужно брать минимум 60 сантиметров в длину так будет удобнее убирать площадку для нашего помещения мы взяли 4 штуки чтобы вчетвером убирать швабрычки по косарику вот сюда вот в уголочек тоже дзынькнули и получилась общая сумма вот этих маленьких расходиков поехали дальше да и парни из призраков безумные красавчики потому что зимний сезон вот прям зима не за горами остался буквально месяц и здесь будет мега холодно но я не беда призраки совместно с федерацией страйкбола санкт-петербурга замутили отопление нам тепло от этого становится и можем полноценно тренироваться зимой это кайф у нас тут копы играют грибы вот а сегодня в тренерах у нас кошак и самый лысый старый из бразерс из первого сустава это миша волына поехали нацепим на них микро и посмотрим как они коучат даже делаешь упражнение ты имитируешь какую-то ситуацию скидываешь выбери себе все равно цель то есть например ты стреляешь трешку и стреляйте ли направленно в трешку то есть и когда бежишь сюда у тебя ствол туда уходить все-таки здесь пришел стреляешь дальше выход именно а не так что ты стреляешь стреляешь и так далее те ну там может уже струя идти мы не можем опознать ведь объектами извини для них никогда не извиняюсь могу превратить бренд я как народ человек-паук есть еще один нюансик и проблемка с которым мы столкнулись поскольку это линолеум соответственно мы привыкли с вами смазывать шары приборные смазкой силиконовый шарик вылетает из ствола бам потом мы их начинаем собирать и швабрами да собственно катаем туда-сюда все это происходит так что весь линолеум покрывается вот этой силиконовой смазкой из-за этого становится мега скользко нашим парням друзьям родственникам любимым призракам для тренировок вот не можем сказать что это сто процентов работает именно так возможно еще холод это прямо отсылка к стриму короче да возможно это влияет почему потому что погодные условия чуть-чуть холодно уже катится по-другому плюс наш силикон и мы вредим тренировочному процессу страйкболистов я уже ищу разные выходы чтобы ее заменить на какую-то вводную основу и мы могли при этом спокойно не закусывая шары стрелять и тренироваться мы с вами находимся сам по моему мнению страшным уголке этой площадке почему потому что здесь стоит баллон 40 литров с помощью которого мы заправляем наши баллончики и впоследствии он можем стрелять соответственно баллон плюс заправочная станция в районе бушные все это в районе 15 тысяч рублей мы за это заплатили отдали вот здесь уголочек и наконец-то у нас на тренировочках появилась музыка позже как давно мы об этом мечтали давайте сделаем погромче и посмотрим как парни играют 3 на 3 слишком много смотришь телевизм цепеном сузы зубные гора кило сис не ищите смысл я леденящий близ ту матч айсом и меня не видит тепловизор я истребитель небо мой обидел да я прибыл у стройная прибыль сука этот рэп твоя погиби я не хожу в аутле я стрит атлет она держит мой кларнет и не хочет стать с колен глубоко в ее горле запотел стекло пакет ей тяжело она плачет испортил марафель люди приходят и уходят эта музыка будешь и вечно как бит хобби я позданик саурон ты всего лишь хоббит не мечтает стать ной но у них блять не выходит у меня весь стол без барыга в сакраме так темно играет хилта скелта я сумасшедший доктор провожу эксперимент давайте поговорим о нюансах да и вот скажем так то чем мы не предугадали и какие есть все-таки подводные камни чтобы организовать данный процесс перед тренировкой всегда мы должны надувать эти укрытия наши потом сдувать убирать наши шары и конечно же это съедает достаточно количество времени выявили что у нас это занимает 20 минут до тренировки 20 минут после тренировки если опять же на тренировочке присутствует минимум 8 человек следующий нюанс какой то мы по факту тренируемся на покрытие для спортивного страйкбола это ламинат и первое впечатление было такое что он абсолютно не пригоден для наших тренировок по пинболу но на самом деле это миф и в целом все катится супер это мягко удобно практично и никаких проблем с этим нет многие боятся залов я не знаю как стоят дела с паркетом если честно но ламинат лайк и никаких проблем у нас на родец в общем как то так и на этом все вот такая вот сумма у нас получилось приблизительно опять же с нюансами которых мы говорили с вами ранее для того чтобы организовать трибольный тренировочный процесс не забывайте что в эту сумму включена аренда который ежемесячно естественно нужно платить арендатору на этом все на родец на последующих хотелось сказать огромнейшее спасибо до сафу и выделить респект за то что приютили нас и вообще разрешили здесь находиться и выделить нашего любимого растишку очередной раз что нам помог организовать данный процесс как-то так и какие наши планы вы спросите меня уже вы это знаете а я вам еще раз об этом расскажу что екатеринбург мы летим в ноябре поэтому вот-вот уже скоро вылет а может быть даже прямо сейчас когда вы смотрите этот ролик мы находимся с даничем яндовицком самолете и летим на спецофт раша чтобы вам рассказать по этот турнир про чуть-чуть поговорить про страйкбол но нас же это интересует с точки зрения пинбола поэтому мы посмотрим как это все организовано и возможно можно для нашего пинбольщика что-то там подчеркнуть я буду там комментируем брать интервьюхи снимать обзорный репортаж влог и конечно же представлять наш замечательный энергетический напиток скандалист на страйкбольном турнире все безумно вас крепко люблю обнимаю надеюсь что вам этот видос зашел он такой знаете это экспериментальный познавательный контент впредь в ноябре у нас будет репортаж где мы будем рассказывать про страйкбольное событие а потом мы займемся развлекухой и покажем вам развлекательный контент все ставьте лукас не забывайте подписаться на канальчик всех вас обнял с вами длинный пока 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 и и и